Привет всем. В этом видео мы поговорим о народе под названием киевиты, которые проживали в стране Киевии. Возможно кто-то и удивится таким названием, и не все слышали и знают о таком народе и такой стране. А причина этому в том, что потомки киевитов тщательно скрывают свое истинное название. Если говорить про наше время, то сейчас киевиты скрываются под именем украинцы. Между тем, в наш век открытой информации это сделать попросту невозможно. И если скрыть на своей территории упоминания о своем истинном названии, они еще как-то могут, то документы соседних стран они никак не смогут изменить. Да впрочем народ киевитов упоминается даже в их собственных источниках. Ссылаться я буду только на проверенные факты, и не просто ссылаться, я также оставлю ссылки, на эти упоминания народа киевитов, и каждый из вас, а возможно и сами киевиты, смогут с ними ознакомиться. А начнем мы с карт, средневековой Европы. Для того, чтобы доказать реальность, такого образования, как Киевия. Все эти карты находятся в открытом доступе. И каждый из вас сможет их найти. Я буду говорить их название, или просто оставлю ссылки под видео. Ну что же, начнем. А начнем мы с карты 1781 года, это карта Братславского воеводства, и Киевии. Как вы видите сами, это указано на названии карты. И если мы рассмотрим карту, то там мы можем заметить, надпись крупным шрифтом, Киевия. Вот еще одна надпись Киевия, на карте Блау 1665 года. Также мы можем увидеть Киевию, на карте Абрахама Аларда 1710 года. Как видите Киевия вполне реально, а все эти карты западноевропейские. А потомки киевитов, уважают западные источники, это ни для кого не секрет. Поэтому спорить с этими фактами, я думаю они не станут. Вот еще одна карта с надписью Киевия. И таких карт очень много, вы и сами сможете найти с десяток таких карт, они все в открытом доступе. Ну а я не стану все перечислять, чтобы не удлинять видео. Теперь давайте взглянем на появление Киевии в европейских источниках и документах средних веков. Вот книга 1739 года, на титульном листе сразу видно, отчасти чему посвящена книга. Также в этой книге мы можем встретить соответствующую запись, посвященную Киевии. А вот еще одна запись, и в ней мы можем прочитать на латинском языке, о том что столицей Киевии, является город Киев. Вот еще одна латинская запись. А вот историческая книга 1895 года, где также фигурирует Киевия. И кстати на Киевии, а возможно и для нее, даже выпускались печати. Эта печать датирована 1585 годом. А вот еще запись про Киевию. Тут даже видно года описываемых событий от 1683 года до 1800. И таких записей, можно находить до бесконечности. Как видите, такая страна как Киевия, для Европы была вполне реальна, что европейцы сами и фиксировали. Ну а кто жил в этой стране? И опять же, нам помогут, европейские исторические документы. А на Киевии жили Киевиты. В этом тексте, так прямо и написано, Киевиты. Или вот еще запись, где также мы видим упоминания Киевитов. И еще Киевиты. И так до бесконечности, упоминания о Киевитах очень много. Как видите, народ Киевитов, для европейцев, был вполне реален. Но в начале видео, я сказал о том, что Киевиты, упоминаются даже в источниках самой Киевии. И это действительно так. Вот книга выпущенная в Киеве, и тут вы можете неоднократно встретить запись, киевский народ. Вот еще одна книга, датирована 1877 годом, выпущенная также на Киевии. И тут мы снова можем увидеть запись, о киевском народе. Как вы видите сами, Киевиты еще в 19 веке, не стыдились называть себя своим исконным названием. А эта книга, выпущена во Львове, в 1852 году. Несмотря на то, что Львов, тогда был частью Австро-Венгрии. Жители Львова знали, кто живет восточнее, и они соответственно их называли, киевским народом. А в этой записи, можно увидеть упоминания, и о русском народе, и о народе киевитов. И этот список, можно продолжать, еще очень долго, но думаю достаточно. Как вы думаете, почему народ киевитов, стыдится своего исконного самоназвания? Буду рад услышать ваше мнение в комментариях. А у меня на этом все. Всем пока.